Всем привет! Наконец настают выходные и мы можем насладиться последними теплыми деньками в этом году и отдохнуть от работы и учебы. Как всегда, приготовили для вас анонс о самых интересных мероприятиях. Поехали! Начнем с масштабного мероприятия, которое пройдет в субботу 14 сентября в деревне Шевелкино, а именно областного фестиваля казачьей культуры. В России ожидают казачьи забавы, музейная экспозиция казачьего быта, конкурс казачьей песни, казачий пир и ярмарка, конное представление, гала-концерт звезд российской эстрады и многое-многое другое. Обязательно приходите и посмотрите на это необычное и атмосферное действие. Начало в 11.00 в конноспортивном комплексе «Звездный». Также в субботу предлагаем вам уделить время литературе и посетить тематическое мероприятие, которое пройдет в Монина в Доме офицеров и носит название «Любимые поэты Серебряного века». Кстати, а у вас есть любимый творец этого периода? Может быть это Александр Блок или, например, Анна Ахматова? Даша, если вы не выделяете за себя кого-то одного, вам все равно будет интересно послушать о людях, которые оказали огромное влияние на русскую литературу. Начало в 15.00. Книголюбы, присоединяйтесь! Воскресным утром, а именно в 9.30 в комплексном досуговом центре «Навигатор» состоится открытый турнир городского округа Щелкова по настольному теннису. Немного об истории этой уже полюбившейся многим игре. Начинается она с конца 19 века. Именно тогда была образована Международная федерация настольного тенниса, а с 1988 года игра стала олимпийским видом спорта. В 20 веке настольный теннис заметно эволюционировал в связи с изменением технологий производства мячей и ракеток и совершенствованием технического мастерства спортсменов. На 2017 год настольный теннис сходил в число самых популярных видов спорта на планете и имел более 800 миллионов поклонников. Если вы тоже разделяете любовь к этому занятию, то не пропустите турнир. Не забываем и о физической активности и о сопутствующих ей мероприятиях. В воскресенье в 12.00 в Щелковском культурно-оздоровительном комплексе состоится открытый турнир нашего округа по дартсу. Не секрет, что это игра, помогающая выработать у себя такие навыки, как меткость и определенную последовательность. А эти качества порой очень необходимы нам и в повседневной жизни. Так что можно смело утверждать, что занятие не только увлекательное, но еще и в какой-то степени полезное. Осень – то время, когда в кино начинается самый пик просмотров. В этот период выходит огромное количество достойных киноработ. И открывает наш список на эти выходные одна из них. На большом экране стартовала экранизация замечательной книги американской писательницы Донны Тарт-Щегол, за которую, к слову, в 2014 году она получила Кулисеровскую премию. Главный герой книги – а следовательные фильма – юный Теодор, потерявший мать во время теракта в музее. Чудом оставшись в живых после взрыва Тео получает от умирающего старика, который также находился среди пострадавших, редкую картину кисти Карелла Фабрициуса, где изображен крошечный, совсем как настоящий щегол. С этого момента жизнь мальчика абсолютно переворачивается и уже никогда не будет прежней. Также с 12 числа вы сможете сходить на новый анимационный фильм «Птичий дозор». Сюжет мультфильма таков – Тришману растет в семье чаек и изо всех сил пытается научиться плавать, ловить рыбу и летать так же, как и они. Но во время традиционного летнего состязания он понимает, что никогда не сможет стать чайкой. Расстроенный Ману улетает из дома, где встречает новых друзей. Из-за этого портятся его отношения с родной стаей. Но тут в дело вмешиваются случаи. Ману, который вырос отважным как чайкой и изобретательным как стриж, удается уберечь и чаяц, и свежей от отодвигающейся опасности, и стать героем в глазах и тех, и других. На сегодня на этом все. С вами была Мария Буржинская. Встретимся ровно через неделю. Не скучных вам выходных.